То место, где выступала Трасс, и она не случайно выступала в Сити, она выступала перед хозяевами великобритания, перед хозяевами определенной части современного мира. Дело в том, что Сити не подчиняется ни короне, ни парламенту, хотя тесно связано с ними. Сити однажды его определили как доисторическое чудовище, которое таинственным образом дожило до современного мира. Причем корни Сити уходят аж в XI век. Очень показательно, что Норманны, завоевав Англию и победив местное население в 1926 году, начали отбирать землю у значительной части и цели, но они не тронули Сити. Сити сохранила свой фри гол. То есть Сити это нечто особенное. И свою речь Ли Страсс началась, она обратилась к лорду мэру Сити. В коем случае лорда мэра Сити нельзя путать с мэром Лондона. Лорд мэр Сити это тот человек, который контролирует квадратную милю. Сити это 1,22 квадратных мили. И это государство в государстве. Дело в том, что британские монархи, вот если брать, например, нынешнюю королеву как частное лицо, она может совершенно спокойно зайти в Сити. Но в качестве монарха она может быть введена туда только лором. И только как бы вот с его разрешения. Поэтому выступление Трасс это обращение к реальным хозяевам. И вот одна из главных задач ее была понравиться хозяевам истории, как их называл Дизраэль. Вот давайте посмотрим ее выступление. Она начинает с фразы «Некоторые характеризуют нынешнюю эпоху временем авторитаризма. Путин три года назад заявил, что либерализм умер, а Си Цзиньпин говорит об упадке Запада». Ну естественно она с этим не согласна. Но вот я бы ей сказал, что комментирую это. Дело в том, что работы о смерти либерализма, о странной смерти либерализма между 1910 и 1920 годами появились уже в 60-е годы. Упадки Европы написал в свое время Шпенглер, а еще раньше написали об этом русские мыслители Данилевский и Леонтьев. Сейчас об этом пишет Бьюканен и об этом пишут даже такие люди, как Атали. То есть здесь, по-видимому, гражданка Трасс просто этого ничего не знает. Кстати, само появление во голове западных государств таких людей, как Трасс, Джонсон, Макрон, это ярчайшее свидетельство колоссального упадка политической сферы современного Запада, точнее постзапада. Еще в конце 20 века таких людей бы близко не подпустили к верхушке политического айсберга. Дальше она говорит, по моему мнению, свободный мир находится на подъеме. Но я бы ей сказал, расскажи это современным экономистам, буду того, на каком подъеме современный постзапад. Экономисты прогнозируют экономического роста на 20-е годы постзапада в целом 0,4%. Макрон уже криком кричит о том, что на насольственный и энергетический кризис, о каком подъеме может идти речь. Свободная торговля, говорит она, и свободные рынки – самый мощный мотор эктуразии. Мы всегда отдаем предпочтение экономическим свободам. Дело в том, что свободный рынок давно уже монополии и олигополии. Свободный рынок существовал, так называемый Victorian Market, 1850-1870-е годы. И то это был социальный институт, а не экономический. Никакого свободного рынка в мире не существует. Да даже частной собственности не существует, как показывают поведение постзапада, который просто ограбил российских олигархов и нарушил при этом и право, и право частной собственности. Ну и ни о какой рыночной экономике в ситуации применения санкций быть не может. Санкции обнуляют вообще рыночные отношения. Дальше очень интересная фраза. Это такой вот, сказать, диктат. Доступ к мировой экономике, говорит Трасс, должен зависеть от соблюдения правил. Свободного доступа больше не будет. А как же, и тут у меня вопрос, а как же приглашение свободных рынков, свободы экономики? Мы показываем экономический доступ к мировой экономике, просто так не дают. Его нужно заработать, заслужить. То есть контроль над мировой экономикой приобретает сугубо политический характер. Если ты ведешь себя не так, как нужно постзападу, будь ты Китай, или тебя отсекают от мировой экономики. Но другое дело, что нынешняя мировая экономика не такова, какой она, скажем, 100 лет назад. И если учесть, что ВВП Китая превозошел в 2021 году ВВП Евросоюза, на примерно на 600 миллиардов долларов у Евросоюза было 17,1 триллиона, а у Китая 17,7. Ну и кроме того, есть еще другие страны. Так что вот эта вот угроза отсечения от мировой экономики, это примерно то же самое, а мы вас сейчас накажем на ежа и накажем вас. Я уже не говорю о том, что санкции, это признают на Западе, они оказываются контрпродуктивными, они бьют по самому Западу. «Мы будем продвигаться дальше в другие возможные регионы, обеспечивающие стратегическую зависимость, strategic dependence. Будь то сырье или редкоземельные металлы, мы объединяем усилия, чтобы предотвратить будущие проблемы до того, как они возникнут». Конец цитаты. То есть они, ТРАСС здесь заявляет, что мы будем двигаться в те районы, где есть много сырья, мы дадим им немножечко денег, но мы постараемся их привязать к себе. Ну, логика понятная, это логика такая типичная, я скажу, неоколониальная, и она не стесняет, не стесняясь об этом говорить. Вообще нужно сказать, что после того, как был разрушен Советский Союз, буржуины перестали стесняться называть вещи своими именами. Про права человека, про помощь бедным, это все было хорошо у них, когда был Советский Союз. А сейчас можно на вопрос «Бабушка, а зачем у тебя такие длинные зубки?» теперь можно сказать честно, чтобы тебя съесть. И, наконец, третий пункт программы, озвученный ТРАСС, это более глубокие глобальные союзы. ТРАСС говорит, наше благосостояние и наше богатство зависит от глобального партнерства, от сети свободы. Она такой внедрила термин «network of liberty». Мы не должны стремиться к автарке, нам нужно то, что голландцы называют открытой автономией. Мы должны укреплять НАТО, экспедиционные силы под руководством Великобритании, пять глаз, ну, пять глаз, для тех, кто не знает, я хочу сказать, что пять глаз – это разведсоюз пяти служб англосаксонских стран. И в 2018 году туда допустят САД, БНД и японскую разведку. Но, так сказать, не в стопроцентном варианте допустили. Но вот это называется «Five Eyes». Мы должны развивать, говорит ТРАСС АОКУ, связь с Японией, Индией, Индонезией, Кореей, ЮАР. Ну, и в заключении она говорит, геополитика вернулась. Вот когда я слушал речь ТРАСС, потом я ее наблюдал в других ситуациях. С одной стороны, по-видимому, на пост в Западе очень серьезный кадровый голод, потому что серьезные люди уходят в транснациональные корпорации. Я приведу только один пример. Есть такой человек, Николас Клегг. Это был лидер либеральной партии в 2010 году, когда победили консерваторы. И Кэмерон шел в премьер-министры. Он не собирался создавать общее правительство, естественно, с лейбористами. И вот эта третья небольшая партия в Великобритании, либеральная, они заключили союз. Либеральную партию возглавлял Николас Клегг. И это очень интересный персонаж. Он археолог по профессии, интеллектуал. Закончил Кембридж. Очень сильный спортсмен. Ненавидит Россию. И это при том, что у него есть русские корни. Возможно, наши зрители слышали такое имя. Мура Бутберг. Она же Мура Закревская до замужества. Это очень известный российский род дворянский. Так вот, Мура Бутберг. Бутберг, она по мужу. Это международная авантюристка и разведчица. Она работала на советскую разведку, на Коминтерновскую и на британскую. И была гражданской женой Локкарта, Горького и Уэллса. У нее была родная сестра. Так вот, эта родная сестра, это прабабушка Ника Клегга. И поскольку сама Бутберг была на связи с Ягодой, в 30-е годы работала на советскую разведку. В общем, в ее семье об этом было известно. Но еще более интересна история Кэмерона. Я уж отвлекусь буквально на минуту. Дело в том, что прадедушка Кэмерона был Коминтерновским связным, который работал с Бутберг. То есть, прабабушка Клегга и прадедушка Кэмерона имели отношение к разведке Коминтерна. Ясно совершенно, что сейчас Клег никакого отношения к этому не имеет. И он делает очень интересную карьеру. В 2015 году, когда коалиционное правительство пало, он ушел из политики. В 2017 году он переехал в Америку и тут же Цукерберг пригласил его в Фейсбук, вице-президентом Фейсбука по глобальным и коммуникационным связям. А в январе 2022 года Ник Клегг стал вице-президентом Меты по глобальным проблемам. То есть, смотрите, что происходит. Клег действительно очень серьезный человек и серьезные люди перетекают из государственной администрации на постзападе в корпорации нового типа. А остаются люди типа трасс. Я думаю, что одна из таких косвенных задач отбора таких людей заключается, помимо прочего, в следующем. Ультраглобалисты показывают населению. Посмотрите, какие люди сейчас возглавляют государство. Государство свое отжило. Государство нужно заменить корпорациями. В корпорациях серьезные люди. А вот разве могут такие люди, как Джонсон, Макрон или Трасс что-то серьезное? Нужно это лишний раз демонстрирует, что государство свое отживает. Я думаю, что это тоже нужно учитывать, демонстрацию слабости государства наличием вот таких людей. Это одна сторона. Ну, а другая сторона, это действительно кадровый голод. Как говорил товарищ Сталин, нет у меня для тебя других писателей. Вот нет других писателей для Сити, кроме Трасс. И это большая беда для Сити. Дело в том, что такое вообще Бильдербергский клуб. О нем очень много мифов. Так же, как и много мифов о его основателе. Формально основателем Бильдербергов является принц Бернхард Цулиппе Бестерфельд. Муж нидерландской королевы. Значит, Бильдербергский клуб был создан в 1954 году. И главной его задачей было подключить к евроатлантическому диалогу верхушки тех стран, которые выступали против англоамериканцев во время Второй мировой войны. И была выбрана фигура Бернхарда. О нем действительно очень много мифов. Кто-то говорит, что он служил в разведке, в СС. На самом деле, все так и все не так. Дело в том, что он вступил в НСДАП в 1932 году. Но документы показывают, что он там был только до 1934 года. Был ли он там позже или нет, трудно сказать. Но формально до 1934 года. Но ведь что касается его членства в СС, он был приписан к штурмовым отрядам, когда учился в Гумблицовском университете. Закончился Гумблицовский университет, закончилось это членство. В ИГ Фарбен индустрии он работал не в отделе разведки, а в отделе логистики. Но дело в том, что отдел логистики ИГ Фарбен выполнял разведывательные функции. После переезда в Великобританию он, с одной стороны, получил репутацию человека, который уговаривает британцев повериться с немцами. А с другой стороны, будучи очень сильным пилотом-любителем, он участвовал в бомбежках Германии. Он задружился там с Яном Флемингом, крупным разведчиком, впоследствии, который написал Джеймса Бонда, дав своему герою название той операции, которую он руководил во время Второй мировой войны, операцией Джеймс Бонд. И, кстати, как говорят люди, которые знали и Флеминга, и принца Бенхарда, очень многие черты Джеймса Бонда литературного списаны с Бенхарда. Вот очень много говорят о Ротшильдах, очень много говорят о Рокфеллерах. А, скажем, сегодня живущий Флеминг, который лидер их семейного дела, он примерно в четыре раза богаче, чем самый богатый Ротшильд. То есть это даже не элита, а это вот самый-самый верх людей, которые правят. И Ян Флеминг, он одновременно является, ну вот я там это разбираю в тексте, он является так называемым вторым сыном. То есть вот в Англии наследует от отца человек только старший брат. Вот старший брат, он получает все наследство, он получает все титулы, а все остальные дальше, они их так и называют вторые братья. И Ян Флеминг, он классический второй брат, вот в этой вот гигантской совершенно семье. Он не получил ничего, потому что все получили вот по старшинству те, кто один за другим наследовали. А он не получил ничего. И поэтому, естественно, вот те, кто занимались непосредственно банковским делом, и они в Китае очень... То есть они, собственно говоря, отчасти создали тот Китай, который мы знаем сегодня. Значит, о них никто не знает, вот об этих Флемингах. Но дело, которое делал Ян Флеминг, оно, это дело его дома. И в этом смысле Ян Флеминг не как автор Джеймс Бонд, а уже именно как представитель вот этой мировой элиты, как агент мировой элиты. Он классический, совершенно вот такой классический британский агент. Он этим занимался всю свою жизнь. Его к этому готовили, его к этому вели. И где-то вот перед началом Второй мировой войны он уже был готов. Он был подготовлен, образован и так далее. И дальше он в следующие 25 лет, вот он был классический британский агент. Поэтому для меня, так сказать, я выстраивал весь текст вокруг него, вот вполне сознательно. И вокруг семьи Флеминг, да, естественно. У меня в тексте рассказано о том, почему Ротшильда оказали поддержку Сесилу Ротшу. Там есть об этом рассказ. А вот о том, как получил поддержку и получил ли какую-то поддержку Роберт Флеминг, который, собственно говоря, создал Дом Флемингов, у меня в рассказе нет. Роберт, отвечая на этот вопрос, Роберт Флеминг действительно начинал простолюдином. Роберт Флеминг кем появился? Это дед, родной дед Яна Флеминга по отцу. Значит, вот он в 19 веке, он был простой приказчик в лавке, а умер он одним из самых богатых людей королевства. Вот он проделал вот такой путь. Он был доверенным лицом короля, значит, он вел финансовые дела короля. Его жена, его невестки, они дружили с королевской семьей, вот когда он был в 30-х годах. То есть это человек, который классический, из грязи в князе, прямо так, прямым путем. Но как Роберт Флеминг стал тем, кем он стал, а стал он очень серьезным банкиром, вот где-то на рубеже 20 века? К сожалению, я не нашел нигде. Я знаю, что он очень рано начал ездить в Соединенные Штаты, и он изобрел траст. Вот трастовое управление – это Роберт Флеминг. Он считается отцом, крестным отцом трастового управления. Он брал деньги сначала в Шотландии, потом в Англии. И у него очень быстро появились партнеры, которые со временем стали, там был премьер-министр у него был партнер, значит. Но начинали они еще молодыми. То есть вот, скорее всего, я так думаю, что ему просто повезло. Вот так все сложилось в его жизни, что в правильный момент правильные люди были рядом с ним, и они его поддерживали. А уже дальше, естественно, шотландец, предприимчивый человек, так сказать, шотландцы – это знаменитые дельцы. Дальше он просто не растерял то, что, как говорят, нетрудно заработать первый миллион, трудно его сохранить. А вот некоторые люди... Значит, он сумел все это сохранить. Более того, флеминги, как в свое время Ротшильды, они умеют держать деньги все вместе, они их не распыляют. Это очень сложно, но вот им это удается. Так что ответ я не знаю. Я думаю, что это в основном просто заслуга самого Флеминга. Второй вопрос, который Сергей задал, это что Ян Флеминг, я в тексте привожу цитату, женщины, она была жена разведчика, который работал на Флеминга после Второй мировой войны. И вот эта женщина, она говорит, что Флеминга не интересовала шпионская работа, обыденная, которой занимался ее муж по его поручениям. Потому что Флеминга интересовала глобальный масштаб. Ему надо было, чтобы все было на уровне планеты, на уровне мира. И, соответственно, возникает вопрос, если Флеминг, как я это пишу, если он принадлежал кругу лиц, которые действительно манипулируют глобальными массами, то тогда в 20 веке еврейские организации, которые существовали и были активны в Европе, и не только в Европе, должны были быть для них серьезным подспорьем. Для вот таких людей, как Флеминг, для тех, с кем он работал. Ответ мой – да, совершенно очевидно, что они их использовали, эти организации использовали их в своих интересах и продолжают использовать до сих пор, вне всяких сомнений. Я отношусь к тем, кто считает, что у меня вызывают улыбку разговоры, когда говорят, что евреи правят миром. С моей точки зрения это не серьезно, потому что мне кажется, что евреев используют в управлении миром, скажем так. Это не серьезно,